Привет, народ! Меня зовут Нэнси. В девятом классе со мной произошел очень трагический случай. Я страдала булимией. Кто не знает, что это, я расскажу. Булимия – это когда вы, скорее всего, по своей глупости, пытаетесь похудеть при помощи вызывания рвоты. Звучит противно, а на деле еще хуже. Так вот, в девятом классе со мной произошла такая проблема. Я была очень крупной в плане веса. Вы могли подумать, что я стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Но нет. История лежала совсем в другом. А именно – в любви. Как это бывает, в 15 лет я влюбилась в парня по имени Алекс. Он был из моей школы. Но, к моему удивлению, проблем в знакомстве с ним у меня не возникло. Наоборот, он оказался очень общительный и добрый ко мне, когда я попробовала подойти к нему и познакомиться после школы. Я хоть и комплексовала по поводу своего веса, но на любые действия шла решительно. Мы прогулялись по пути домой и хорошо пообщались. В такие моменты перестаешь чувствовать себя каким-то ребенком Индиго. Как это бывает, во всех ситуациях есть одно «но», которое я поняла уже на следующий день, когда пришла утром в школу. Я увидела Алекса и подбежала к нему, чтобы поздороваться и, может, даже обняться. Но никакой реакции от него я не увидела. Он меня игнорировал. Тогда я поняла, почему он вчера по-другому относился. Мы шли домой вечером, когда на улице никого не было. И, конечно, он мог себе позволить пройтись такой, как я. В тот день я пришла домой вся в слезах. Начала все в квартире разбрасывать и кричать. Я не знала, что мне делать с моим весом. Ведь он во всем виноват. Я вспомнила про специальный метод похудения с помощью вызывания рвоты. И тут я, недолго думая, побежала в туалет и начала весь этот процесс. Через 10 минут я начала очень сильно слабеть. И вообще грохнулась на пол. И не могла даже ничего сделать. В этот момент домой приходит мама. Видит меня, лежащую на полу, и вызывает скорую. Когда они приехали, то сказали, что мне нужна госпитализация. И меня забрали в больницу. Я проспала ночь, а на утро ко мне пришла мама с врачом. Он мне начал много объяснять про булемию и про ее вред. Врач дал мне целую лекцию про то, как можно сбросить вес другими способами. Я его очень внимательно слушала. И когда выписалась из больницы, то сразу начала действовать. Уже через год усиленного занятия спортом, правильным питанием и другим советом врача, я смогла сделать себе ту самую фигуру, о которой мечтала. Мне очень повезло, что я очень быстро предпринимаю решительные действия. Но, как видите, в некоторых ситуациях они приводят к последствиям. Знайте, что никакие операции, булемии, голодание и прочие непонятные средства не дадут вам того результата, который дает спорт и правильное питание.